Состояние сферы здравоохранения республики, в том числе частной медицины и организацию бесплатного горячего питания учащихся первых-четвертых классов, школ обсудили на заседании в правительстве. Встречу провел премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. Детали расскажет Любава Маслова. Психиатры, наркологи, медработники туберкулезных диспансеров и другие категории врачей, оказывающих медпомощь, не входящую в базовую программу ОМС, получат дополнительные выплаты от 4,5 до 18,5 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал Абдулмуслим Абдулмуслимов. Единовременную денежную выплату, так называемые подъемные, впервые получат и врачи дефицитных специальностей при устройстве на работу в сельскую местность. Такая мера позволит привлечь на село молодых специалистов, считает премьер-министр. Сейчас нужно принять необходимые меры, чтобы эти начисления осуществлялись без проведения всем, кому они положены. Уже к концу этого месяца с перерасчетом семьера текущего года. О проведенной работе Татьяна Васильевна прошу проинформировать ко 2 июня. Однако специалистов не хватает и в городах. Так, например, в онкологических центрах очереди выстраиваются с самого утра. Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил пересмотреть организацию работы в онкоцентрах. Однако, несмотря на сложности, материальная техническая база, региональные системы здравоохранения за последние годы укрепилась. Медочереждения получили более 800 единиц оборудования и около 250 единиц автотранспорта. Проведены работы по капитальному ремонту 61 объекта, 5 объектов реконструкции, 60 быстровозводимых модульных конструкций. В 2022 году в рамках программы «Оптимальная для восстановления здоровья. Медицинская реабилитация» в Республике Дагестан оснащены 4 медицинские организации 287 единицами медицинского оборудования. На заседании говорили и об организации горячего питания в школах. Так, работники школьных пищеблоков пройдут курсы повышения квалификации. А меню для учеников станут размещать на сайтах образовательных организаций. Так, родители смогут обсуждать и вносить предложения по подбору блюд. Такие рекомендации дал председатель правительства. «Уважаемый Яхья Гамидович, прошу проконтролировать реальное прохождение курсов повышения квалификации работнику пищеблоков. Обращаю внимание всех глав, что прохождение этих курсов должно быть обязательным и, что не менее важно, лишено формальности. Составляйте графики и направляйте людей на учебу, уже зарекомендовавшие себя образовательные учреждения. Это также важно, как и проведение текущего ремонта в пищеблоках и обновление кухонного оборудования». Рекомендации о приоритетности выбора продуктов уже направлены руководителям государственных и муниципальных организаций. Школьники должны питаться вкусно и разнообразно, подчеркнул премьер-министр. Этим задачам соответствует продукция с товарным знаком «Дагестанский продукт». «Обеспечение качества безопасной продукции невозможно без должного контроля за ее производством и поставкой до образовательного учреждения. На 1 января все образовательные организации зарегистрированы в информационной системе «Меркурий», которая позволяет отследить происхождение поставляемых продуктов непосредственно от производителя до заказчика, количество изготовленных продуктов животного происхождения. Одним из действий способов борьбы с фальсификатом молочной продукции является маркировка молочной продукции. На сегодня в системе «Честный знак» зарегистрированы всего лишь 394 образовательные организации». Обсудили в ходе заседания и организацию деятельности оптово-розничных рынков в республике. На сегодня, по информации Федеральной налоговой службы, в Дагестане функционирует 36 торговых розничных объектов. Оборот торговли за прошлый год составил свыше 900 миллионов рублей. И это только официально. К сожалению, в регионе многие продолжают работать в тени, уклоняясь от уплаты налогов. Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, правительство уделит большое внимание этой проблеме. Любовь Маслова, Махарбек Амарей, Вадим Шамхалов. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова